Итак, дорогие друзья, мы сейчас будем разговаривать о том, как писать сразу, да? Для этого нужна отработка кода, то есть как вы будете работать над кодом. Я с вами пройду все шаги, это будет много уроков. Сейчас поясню, да, почему сейчас эти видео я не планировал. То есть, по сути дела, на сайте есть эта система, немножко беднее, чем я покажу. Если взять Python, Kotlin, GC, то здесь есть, как правильно изучать, да? То есть здесь есть общие советы. По моему замыслу, просмотрев видео, человек должен сделать свою систему. Это уже происходило. Вот, допустим, Мурат Телегелов. Так, Мурат, извини, если неправильно назвал, сейчас правильно зову. Да, Телегенов, да, извини. Сразу это подсек и расписал для себя определенные привычки отработки кода. Здесь действительно самый минимум, и Мурат это может расширять. То, что нельзя выбросить. Теперь, для того, чтобы я понял, что надо объяснить более конкретно. Ну вот, показать, как я делаю. Значит, один из участников ответ на домашнее задание. Я специально в начале школы программирование там... Сейчас посмотрю, где... Нет, не в этом разделе. Вот, просто о классах, да, дал домашнее задание. В принципе, зачем это было сделано? Чтобы дать то, что человек, скорее всего, не знает. И потом исправить вместе с вами, да, уже больше советами. И, по сути дела, что получилось? Получилось так, что, как делают и в большинстве своем, в данном случае парень, он молодец, что сделал домашнее задание. Ну, как понимал, да? Цель это способ писания любого объекта. Буквально, по сути дела, что в данном случае произошло? С этого ничего нельзя понять. И если дальше продолжить выполнять домашнее задание именно таким образом, то время уже не важно. Пройдет год, вы всегда будете оставаться на одном уровне. Писать вы не будете. Нам надо это исправить. То, что мы и делаем. Кто это написал? Я знаю, что это Юра написал. Молоток. Да, не побоялось, написал вот так, да? А теперь давай исправлять. Все, ребят. Теперь еще один маленький момент хотел бы сейчас пояснить. Просто теории... Понимаю, что практики хотите. Но сейчас будет. Правильное изучение языка это такое. То есть, мы должны получить полностью закрашенную область. Вначале, когда мы начинаем изучать неважно что, неважно что, сейчас поймете. Вот мы изучаем функции. Стоп, секунду. Функции, да? Вначале у нас это белое пятно. Мы ничего не знаем. Потом мы изучаем, например, классы. Для нас тоже это белое пятно. Здесь имеет смысл системы, каким образом учить. По сути дела, после изучения материала в плане домашнего задания, человек должен писать в этом ключе. Об этом мы будем дальше говорить. Так вот, если взять здесь поставить self, сейчас поймете, и все мы сделаем с вами. Все у нас получится, ребят. Точно получится. Писать легко. Вот у нас self. Вот у нас функции. Вот у нас классы. Классы. Смотрите. Есть первый вариант. Человек просто, допустим, мы говорим, о, self это то-то, то-то, то-то. Скажите, пожалуйста, мы продвинулись? Нет, не продвинулись. Тогда давайте посмотрим по-другому. Мы начали изучать классы. Но мы сейчас self рассмотрим со стороны взаимодействия с кодом. Тогда мы, что будет получаться? Мы в классы уже засунулись. Self, он затрагивает взаимодействие. Мы начинаем понимать, что он нечто изменяет, нечто указывает, то есть первичная информация. Потом в классах мы начинаем изучать, например, а, это уже окрашивается. Понятно, что потихонечку наш класс, да, то есть мы начинаем изучать класс, а он уже начинает приобретать другой оттенок, то есть он становится более понятным. Потом мы пошли изучать там наследование. Наследование, например, да. И что получается? Изучая наследование, мы опять встречаемся с self. Но нам уже он знаком, что он делает. И здесь мы уже, на self нам отвлекаться уже не надо. Мы только продолжаем дополнять знания. Но при этом мы начинаем постигать то же наследование. И опять нас интересуют именно связи. И что получается? Получается то, что я раньше и сказал. В наследовании мы берем основную идею, да, только первое, что берем. И как делает большинство, да. Взяли наследование, это передать там то-то-то-то-то-то. Но на самом деле, если мы self правильно изучали, то мы уже знаем, что self может передавать свойства, да. Использовать не self сам, а self используется при передаче свойств, там метода и нет, да. И тут мы это встречаем. И начинаем у нас это прорастать сразу, моментально. Но при этом, по сути дела, мы что изучаем в вопрос? Наследование. То есть, чтобы создать определенный класс, а потом, создавая другие классы, наследовать все методы свойств, в общем, иными словами, то, что делает класс, от которого мы наследуем. И что получается? Self у нас становится глубже. Он пророс. Мы теперь еще и знаем, как он работает и понимаем. Но при этом мы изучили новое. При этом, смотрите, вот, допустим, школа начиналась с функций, да. И тут мы подходим к методу. Вот это у нас метод. Метод. И вот открываем ответ. Вот это, ну, многие участники, вот этого пустого ответа, да. Здесь не надо обижаться. А что делает Self, подумайте? Так это ж и есть отличие метода от функции. Потому что мы с вами будем рассматривать сам Self и увидим, оказывается, функция, в которой первый аргумент Self становится методом в классе. Ребята, так это ж надо понимать, это надо знать. Но это надо выкопать, выкопать, выдрать. И если вы с кондычка решили, посмотрел урок и буду программировать, хрен вам, не будете. Сто процентов. Но можно сделать, что будете сто процентов писать на нескольких языках. Как? Вот покажу сейчас и делайте так. Да, вам будет казаться, вы взяли часть вечера и следующий день потратили на Self. Ребята, инвестировали один раз на всю жизнь, а потом расширяем. Вот это называется поработали. И смотрите, когда вы начинаете изучать школу, мы работаем с функциями. Если вы функции изучили, то оказывается, нам только добавить Self и методы у нас уже в кармане. Ведь мы с функциями работали. Здесь нам только что потом добавить. Это методы перезагрузки, иными словами, научиться работать с методами с двумя нижними подчеркиваниями. Ну, сам алгоритм. Иными словами, вот здесь я закончу, мы увидим на практике. Поймите, самое важное, ключевую мысль. Мы должны отработать связи, насколько это возможно, насколько понимаем. Полезли с Self, вытаскиваем все, что возможно. Пошли с наследования, вытаскиваем все, что возможно. Потом, почему? Потому что одно на другое накладывается, и у нас начинает картина вот такую вот в одну общую складываться. Окрашенную, четко понимаемую область. Понимаете? А почему складывается? Потому что, когда мы сейчас будем работать, я перечислил пункты, да? Вы эти пункты сможете изменять. Есть некоторые, которые нельзя выбросить, я не рекомендую, да? Но вы подработаете под себя. Сначала скажу, потом будем работать. Смотрите. Если вы двигаетесь вот таким образом, да? Ничего не приобретая, то в принципе не тратьте время, идите там садить что-нибудь. Почему? Потому что такой образ неэффективен. Прошу, Юра, прошу не обижаться. Это важный для тебя момент и для других. То есть мы точно будем писать. Смотрите. И мы с вами, я специально написал, да? Вот я примерно знаю, что я делаю. Я написал в разном порядке. А мы с вами будем расставлять сейчас. Так вот, смотрите. Ребят. Есть тут одно из понятий. Одно из понятий. Это такое понятие, как базовое или не базовое. Отличить очень просто. Например, метод без self будет функцией. То есть значит, что self базовый метод. База это то, что надо знать. Нельзя там, я представляю, нельзя там думать, ну, self это вот это, да? Self это вот это, да? А self надо знать все. Это сварка. Это, хотите, если хотите, это вот дом кирпичи, раствор self, да? Это раствор. То есть, а self надо знать все. Этим надо думать. Именно self будет вам давать возможность понимать, размышлять кодом. И так надо делать каждый день. В результате мы получим базу. А потом пошло расширение. Нашли новую библиотеку, почитали. И мы начинаем расширять свои знания. Да беспредельно писать. Сначала искусственный интеллект, потом сайты, потом то. Потом переходить к другому языку. Что важно на выходе? Последняя фраза в этом уроке. То, что мы с вами рассматриваем, важно сделать ежедневной работой. Да, это тяжело. Да, это не получится сразу. Почему? Потому что у вас голова болванка. Болванка. Вы ни хрена не понимаете. На данный момент вы пустое. У вас пустая голова. Вы именно пустой сосуд, который надо чем-то наполнить. Вы читали книги. Вы ходили на курсы, где выходил там умный дядька, говорил вам. Вот там то, то, то половину слова вы не понимали. А я вам говорю. Есть только один способ, как выучить язык. На личном опыте. Моя задача дать вам этот опыт, показать. Но вы пока, как слепые котята, вы не можете в голове ни хрена сформировать. И вам будет трудно. Но если вы не остановитесь, вы будете писать через год на нескольких языках. И если будете делать. И если не будете делать, ну и ладно, не делайте. Мне от этого не холодно. Хотя я буду переживать, потому что, видите, я, как это сказать так, я аж выворачиваюсь. Просто это работает. Поэтому, приготовьтесь к трудностям. Я буду говорить. У вас, вы не можете нормально сформировать фразу. Почему? А потому что вы никогда не описывали код. Потому что вы это не делаете. Вы не можете читать справку, потому что вы ее не старались читать. Вы не можете писать справку, потому что вы ее никогда не читали. Вы не можете работать с командой строкой, потому что вы думаете, это так. Это те, кто разрабатывает документацию, те и работают. Что вы можете? На данный момент ни хрена. Ничего не можете. Но вы можете все это исправить. И начать это надо сделать прямо сейчас. И у вас получится. Я точно знаю, что получится. Для этого надо просто взять систему, которую я вам дам, и начать делать каждый раз. Да, это будет день. Да, это два. Но через несколько месяцев у вас начнет оседать вот эта пыль. И у вас начнут сокристаллизоваться запросы. Вы будете четко описывать код, четко считывать. И все это будет. Это есть работа над кодом. Все остальные методы, кроме вашего личного опыта, и когда вы выкопали и разобрались, не будут работать. Я вам предлагаю метод, который не надо запоминать. Я хочу вас научить всего одной вещи. Работать со справкой. Это отличает хорошего программиста от посредственного. Но чтобы работать со справкой, надо знать базу. А базу вот мы с вами и выучим. Но я хочу, чтобы вы знали. Вы от природы программист. Вы талантливый. Это точно. Каждый человек талантливый. Вы трудолюбивый. Просто вы теперь знаете, зачем это вам. Все у вас есть. Но сейчас вы пустой сосуд. Выбросьте все. И просто делайте вот так, как мы с вами будем обговаривать. Все. Спасибо, ребят. Точно получится. Спасибо. Спасибо.